Книга «Открытым окон», том 19, вопрос 3320, тема литература. Что более всего нравится людям в фильме «Остров»? Просто захлебываются, рассказывая о нем. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. То, что культивировали тысячу лет в России, вдруг талантливо точно показано на экране. «Прозорливость, пожалуйста, сколько угодно, хоть тачками вози. Юродство, вот оно, с колокольнью, на которой возлег мамону. Нужны исцеления от бесов, брошенные костыли, о чём мечтает вся Россия. И этого больше, чем на барже угля. Постоянное повторение Иисусовой молитвы, сокрушение о грехе до смертной тоски. Умирание от тоски и сжения в груди от сознания – тридцать лет назад сотворенного греха. И это с верой наплывает на весь экран. Да как же не любить фильм такой? Но пройдет эйфория, и начнут кое у кого протираться очки, а кто-то и доводит мази, обещанный Христом для верных, чтобы увидели срамоту свою, отображенную в фильме. О Христе в фильме нет речи. Главное – исповедать и причастить. Исповедать и причастить. На экране воплотили новую веру, изобретенную монахами. Быть зрителями на стадионе, ахать, сострадать, самоуглубляться в своем вере. И не смотреть в Евангелие, чтобы исполнить слова Христа. Жизнь в православии в сегодняшнем точно показана на экране. И этим приведены в восторг слепцы. Они потом поймут, что Лунгин убековечил их позор, отступление от Библии и от Христа. От этого фильма им уже никогда не откреститься. Что не так в православии? Они сглотнули за чистую правду все. Ее родство и глупость заполонили Русь. В Воронеже епархия взяла на день в аренду большой кинотеатр в городе, где священники и семинаристы просматривали остров. В храмах было объявлено об этом. Подобные сеансы были и в других епархиях. И в Троице-Сергиевой лавре. Действие фильма происходит в 70-е годы. Понятно, что подобного лицедея, как Мамонов, на пушечный выстрел не допустили бы тогда до монастыря, чтобы к нему ехали бабки, и он играл с бесами. Но и перенести на наше время тоже невозможно было, потому что героем фильма было бы уже под 90 лет. Патриарх тоже посмотрел фильм, и он ему понравился. Потом он встретился с Павлом Семеновичем Лунгиным, Петром Мамоновым, Анатолием Юродиевым, монахом Кочегаром, актером Виктором Сухоруковым, настоятелем Филаретом, Дмитрием Соболевым, иеромонахом Косьмой и сказал, что правильно показали о монашестве, о смирении и особенно про юродство. И что справились все с этим очень хорошо, просто замечательно. И наградил творцов острова патриаршими грамотами. Сценарий фильма написал выпускник в ГИКа Дмитрий Соболев. Павел Лунгин, видя ажиотаж вокруг фильма, говорит, что ничего сверхумного или интеллектуального в фильме нет. Зная температуру в церквах, они сразу выпустили остров 200 копий и не ошиблись. Считают, что чуть ли не половина диалогов заимствованы из жития Феофила Киевского. Диакон Андрей Кураев считает, что этот фильм об истинном православии, где показано правильное понимание святости. Даже намека нет на то, что Анатолий слышал хотя бы один раз в жизни о любви Христовой, прощающей, милующей. Он так и ложится в гроб с тяжестью о совершенном им грехе. Это же гимн неверию, насаждаемому в православии. Фильм «Остров» поможет вере. Мы решили узнать мнение московской патриархии, и вот какой ответ получили. Фильм прекрасен. Он очень поможет православной миссии как в России, так и на Западе. Картина убедительным и ясным языком говорит о вере. И это прекрасно. Впрочем, нужно помнить, что сегодня многие из тех, кто называет себя старцами, приносят людям больше вреда, чем пользы. Духовный дар, особая харизма должны проверяться церковью. Об этом хочется напомнить зрителю, чтобы, не дай Бог, они не бросились искать старцев, забыв о Христе. Аргументы факта номер 50, 06, станица 29. На поверку все оказалось намного страшнее. Представим, что какого-либо представительного начальника, когда он был не в своем уме, полз на карачках и ротствовал, разговаривал с телеграфным столбом, делал непристойности, оскорблял прохожих, заснять на пленку, озвучить, снабдить титрами, а потом ему все это показали бы. Разве он выдал бы награду за такую экранизацию, в калычках, и не стыдился, либо сам себя. В этом состоянии он нарушал государственный закон. Блюстителем Хоева числится, продолжая, да он бы выпутал такую картину, да он бы день и ночь молил Бога, чтобы никто про то не узнал, а тут сами афишируют свое уродство и юродство. Глядят, гладят Мамонова, даже не понимая, что за подарок он им приготовил на долгие годы. И им уже никак нельзя сказать отныне, что этот фильм «Остров» просто выдумка режиссера, готового душу продать за Мамону. Неумные выходки артистов, трудящихся, занимал Мамону-желтолицию. За выдумку патриарх не стал бы жаловать грамотами создателей реалистической картины. Уже завизировали фильм одобрением Кураева, патриарха и всех прочих. Да разве кто-то тогда просто посмеет понять и осветить сущность этой картины вопреки уже залакированному и зацелованному эталону. Фильм «Прельщение» «Если бы Мамонов стал сейчас священником, то к нему бы ехали, как на остров Гурьянов и Николаю. Да разве нельзя было снять фильм про Киприана и Устину? Там столько сцен с демонами, столько исцелений, да и фигура ста историческая, а не вымышленная, как отец Арсений». Матфея 18, 27 «Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему». Ефесянам 2, 6 «Воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Меремия 29, 12 «И вас зовет ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас». Исайя 38, 17 «Вот во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой». Почет особый, невообразимый, артистам, лицеделям, режиссерам волнуются вседневные розини и рукоплещут мусору и ссору, а кто-то дергает веревочки финансов и платит за убийства и разврат. Всем хлеба, зрелищ, непристойных танцев сумел же дьявол Ливку ободрать. Жизнь поприще с одной великой целью жить в Боге, Библии и Его учтить, благовестить, а не сидеть по кельям, не нацеплять монашество очки. Чужую роль артисты исполняют, собою застили библейские сюжеты, забрасывают путь к Христу камнями, покажут истинную святость очень редко. Артисты в роль вживаются успешно, талантливо себя иным воображают. Христа играет за булдыга грешных и вместо сигарет прижмет груди скрижали. Почти повсюду соммы, с комароха, разводятся артисты, как по плану, успеют не один дворец отгрохать, все ниже опуская нравственную планку. Бестыдство стало культом у артистов, меняют жен, любовницы на ложных. Заблеваны столы и повсюду грязь, нечисто, вся жизнь игра под сатанинской ложью. Возможно ли спасение лицедеи? Встречались и такие в житиях. Небесный свет им проникал под темя, неизреченной веры воссияв. Они шокировали зрителей мгновенно, когда о вере Божьей возвещали. Богатым во Христе вдруг становился бедный. Слепец стал зрячим, с чистыми очами. 8 декабря 2006 год Игнатий Лаппин.